Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил. Спасибо, что смотрите это видео. И я снова постараюсь интересно, используя и рассказать вам о чем-то простом, чем я занимаюсь на даче. И сегодня речь пойдет про копку. Но прежде обратите внимание, как преображается природа. Не могу не упомянуть о красоте. Распускаются листья, появляются цветочки на деревьях, вырастает травка. И это безумно радует глаз, потому что, конечно, ранней весной участок выглядит немножко уныло. А сейчас же гораздо лучше. И очень радует, что продолжает стоять прекрасная погода. Это дачникам на руку, да пусть же так и будет, насколько это возможно. Ну а я же, вооружившись лопатой и специальными рванными басолаптями, продолжаю заниматься земельной запарой, про которую я вам уже говорил, которую лично я люблю не очень, потому что копка мероприятия не самая динамичная. Но есть плюс, оно достаточно медитативное. Можно погружиться в какие-то свои мысли, прогнать ее сто раз в голове, либо, например, включить музычку на радио, либо в наушничках, погрузиться в это все и ковырять, ковырять, ковырять эти грядки и землю, пока они не закончатся. На секрете красивых грядок прямо сейчас. Как вы видите, получастка здесь уже вскопана, она даже чуть-чуть подсохла, но мне предстоит докопать остальную часть. Это тоже копал я, но, конечно, кому же еще, потому что это достаточно тяжело. Плюс вы видите, что я копаю руками. Единственные любимые лопаты, которые здесь есть, единственные любимые, а не единственные вообще. Думаю, такая есть у каждого дачника, и вот она героически справляется со всеми этими квадратами земли. Спросите меня, почему я не куплю культиватор. Ну, это, кстати, сделать можно. Но есть какой-то такой особый вайб, вот эта вот медитация, про которую я говорил, когда ты копаешь вручную. Плюс, когда ты перекапываешь землю руками, тебе гораздо проще вынести туда удобрение. А это делать очень важно, потому что земля истощается, и ваша морковь с картошкой становится меньше с каждой осенью. Итак, главное, о чем я хочу рассказать, это принцип перекапывания. Меня всегда учили следующим образом. Берешь лопату и втыкаешь ее в землю в идеале на всю ее длину, и у нас тут уже сколько хватит сил. И копая, перекладываешь землю чуть-чуть вперед и наверх, чтобы получалась такая бороздка, в которую будем вносить соответственно удобрение. Можно раскидать сверху, это может быть навоз, перебной, черносем, луковая шелуха, яичная скролупа. Мы обычно используем навоз. Смысл бороздки в том, чтобы засыпать туда и следующими точками лопаты это все закопать. Вот тут как раз есть минус, когда ты делаешь это культиватором, потому что он просто едет и перемалывает землю. Он не закапывает удобрение, которое ты туда внес, он его просто перемешивает. Так тоже можно делать, так проще и быстрее. Земля свое дело сделает, и растения удобрения найдут. Но мне кажется, мой вариант как бы более эффективный, хоть и тяжелее. Кроме навоза, перегноя, чернозема, у нас есть еще один вариант одного бесплатного и эффективного удобрения. И это компост. Вообще здесь такое место, моя бабушка однажды пошутила, сказала, у нас здесь 4-комнатная квартира. Компост, навоз, дальше какой-то хлам, и там еще лежит щебенка, вместо нее как-то лежал песок. Ну, в общем, главное, что грамотное разделение. Так вот, возвращаясь к компосту, могу сказать, что есть несколько основных правил. Хотя правил много. Можно открыть интернет и почитать, там дофига всего про это написано. Сразу скажу, не все из них я соблюдаю. Но самые основные следующие. Туда нельзя кидать то, что не перегниет. Это железки, консервные банки, стеклянные бутылки, весь пластик любой, даже шкурки от сосисок тоже там нифига не гниют. Второе правило о том, что компост нужно перекладывать чем-то плодородным. В нашем случае это как раз таки навоз, который мы покупаем. И обязательно нужно туда добавлять ускорители разложения. Это такие гранулы, они продаются в магазине. А через каждые 30-40 см их нужно добавлять, чтобы появлялся больше бактерий, которые разлагают всю эту траву, и он гнил быстрее. Ну и главное, компоста должно быть три. Потому что идеальный субстрат, который там появляется, он формируется за три года. Поэтому у вас должно быть три разных ямки с компостом. И только спустя три года одну ямку вы выгребаете, она становится ямкой номер один. И следующая идет вторая, которая была по счету на следующий год. Так вот, этого я не делаю, потому что, опять же, мало площади, не хочется за этим особо следить, все валится в одну кучу. Плюс в том, что экономится площадь, но минус в том, что компост все равно нужно вытаскивать. Поэтому я как бы себе немножко усложнил задачу. Чтобы до него добраться, мне приходится снимать все верхние слои, которые еще не перегнили, и доставать оттуда уже готовый компостный субстрат. Не буду вам подробно это показывать, что лишний раз смотреть на компост. В этом году я это уже сделал. Его, кстати, хватает примерно вот на такую площадь, которую я сейчас докапываю. Призываю вас удобрять землю. Не важно, что это будет, выбирайте сами. Но главное, чтобы это было. Потому что мы все хотим, выкапывая картошку, получать вот такие головешки, а не вот такой вот горошек. Я думаю, вы тоже. Это касается любого овоща. Раз уж вы возделываете почву и что-то из нее забираете, в плане плодородных веществ, что-то в нее обязательно докладывайте, чтобы она восстанавливалась. Кстати, компост хорош тем, что это такой символ рециркуляции материи в природе. Потому что все, что туда попадает, вышло из земли. Ну и по законам, все, что вышло из земли, должно в нее вернуться. Кстати, еще один очень важный момент. Когда вы перекапываете, перекладываете землю вперед, вы как бы двигаете грядку в ту сторону, куда вы кидаете землю. Поэтому, копаясь в следующий раз, начинайте с другого конца, например, ну вот как бы отсюда, чтобы грядка у вас потихонечку не уползала. Все, участок мы докопали. Спина, как обычно, мне благодарна. Но нифига, радоваться еще рано. Осталось навести красоту. Поскольку здесь нет забора, люди, проходящие мимо по дорожке, так или иначе, кидают свой взгляд на участок. И хочется, конечно, чтобы здесь все было красиво, ровненько, по струночке, чтобы тебе самому нравилось. Тогда вот это ощущение местного умельца, у которого все в порядке, ну, по крайней мере, он пытается, чтобы у него было все в порядке, дарит тебе особое наслаждение. И вот, чтобы грядки или любая площадь смотрелись привлекательно, нужно довести их до ума. Первое, что мы сделаем, это предварительно пограблим, потому что куски земли большие, их нужно разбить, а то будет тяжело в них сажать картошку. Кстати, если вы заметили, на ускоренном видео, где я перекапываю площадь, я туда ничего не добавил. И резонно вы мне скажете, Миша, ты что нам тут зачехляешь про то, что нужно обязательно удобрять, а сам ничего туда не положил. Дело в том, что кто-то перекапывает землю два раза в год, не только весной, когда нужно сажать, но еще и осенью под зиму. Лично я не сторонник такой практики, потому что просто не вижу смысла копать то, что нужно будет после снега перекапывать заново. В прошлой осени моя мама решила сама себя позабавить перекопкой под зиму и добавила сюда удобрения. Его, кстати, очень заметно, когда перекапываешь повторно, оно имеет другую структуру. Поэтому в этот раз она даже мне чуть-чуть облегчила задачу и я сюда ничего не добавил. Возвращаемся к красоте. Нам опять нужна лопата и сейчас мы будем делать бортик. Как у грядок, так и площадь мы делаем его одинаково. Нам нужно лопатой прижать землю к грядке, чтобы она дольше держалась и не теряла форму. Конечно, когда земля сырая, это делать удобнее. Но если даже вы копаете сухую грядку, можно взять леечку, полить немного, чтобы она была более клейкой и лучше приставала. Ту землю, которая у вас все равно осыпается, можно подкинуть наверх и потом мы заграблим окончательно. Конечно, сделать идеально по струночке все равно не получится, потому что мы находимся на природе, здесь нет нужды натягивать шнурку и делать грядку идеально прямой, так, чтобы любой строитель позавидовал. В этом как бы вся красота природы, в том, что она такая неоднородная, не ровная, неоднотонная и даже перфекционистам придется этот факт принять. Теперь точно все. Перина для картошки готова. Надеюсь, здесь ей будет комфортно. И можете меня поздравить, это была последняя площадь, которую нужно было вскопать. Наверное, вы заметили у меня очень странную реакцию на посадку картошки. Поясню. Дело в том, что я действительно не сторонник этого мероприятия. Я считаю, что в 21 веке, находясь недалеко от города, сажать картошку это немножко странно. Ее можно купить. Дело в том, что сажать ее тяжело, нужно для нее копать землю. И это как бы не все. Ее нужно посадить, окучивать, собирать жуков, потом ее нужно выкапывать, сушить, перевозить, где-то хранить. А хранить-то особо негде. Вот. Поэтому овчинка, на мой взгляд, выделки не стоит. У нас было очень много споров и разногласий по этому поводу, но мне пришлось уступить, а мне в свою очередь тоже уступили некоторые площади, на которых я засадил газон. Потому что в моем детстве картошка сажалась здесь в огромных количествах. Даже там, где вот сейчас вы видите травку, там было все перекопано и все засажено картошкой. Поэтому все, что остается, принимайте этот факт как должное и смириться с ним. От картофельной боли вернемся к красоте грядок. Вообще у нас на участке все грядки сделаны по тому принципу, который я вам показал. Ну, на мой взгляд, это немножко трудоемко, потому что есть метод попроще. Вот видите, здесь воткнут такой материал в простонародье называется плоский шифер и можно обрамить грядку вокруг, но также ограничить его, например, либо столбиками, либо металлическим каркасом. И тогда она у вас не будет расползаться, ее всегда будет легко перекопать, она будет иметь свои границы и дождь ее не размоет. Этот материал продается не только большими листами, но и еще и прям готовыми тонкими полосками. Их можно прям погрузить в машину, привезти и навести тут идеальную геометрическую красоту. Конечно, в планах есть такое, но посмотрим, что будет дальше. Возможно, мне удастся это тоже воплотить. У нас он размещен только двумя рядами. Дело в том, что участок имеет небольшой уклон и чтобы земля не уползала, он сдерживает эти уровни. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Пока!